Никифоров Волгин. Радуница. Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник, на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище Христосовоца с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреннюю. Она не огорчает, а радуна. Все время поет Христос воскресе, и вместо надгробного рыдания раздается пасхальное «Аще и во гроб снисшел еси бессмертне». Заупокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для разговен усопших. «Радуница, Пасха мертвых». Хорошее слово «радуница», так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев. И до чего это чудесны наши русские слова. Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово, и в ухе все слышишь и слышишь, что заключено в нем. Как будто бы и короткое оно, но попробуй вслушайся. Вот, например, слово «ручеек». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь. Ручеек журчит между камешками. Или другое слово «зной». Зачнешь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которые только и слышишь в полуденную ржаную пору. Произнес я слово «вьюга». И в ушах так и забыла это зимнее лесное «вьюга». Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд гром, и я сразу услышал громовой раскат за зеленую синью. В день радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством «хорошо быть русским». Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды, с разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений, садухи праведных, скончавшихся, воскресенье день, рассветимся людие, смертью смерть поправ, вечная память. На многих могилах совершались поминки, пили водку и закусывали пирогами, говорили о покойниках, как о живых людях, ушедших на новые жительные места. Останавливаясь в родных могил, трижды крестились и произносили «Христос воскресе». Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало. Жизнь бесконечная. Все мы воскреснем, все мы встретимся, доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына. Между могил свизгом бегали ребята, играя в палочку-воровочку. На них шикали и внушали «нехорошо», а они задумаются немножко и опять за свое. Батюшка Знаменской церкви, отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему диакону «Ишь они, бессмертники!» «Да шумят уж очень!» «Нехорошо это на кладбище!» «Пусть шумят!» Опять сказал батюшка. «Смерти празднуем умерщвление!» На ступеньках высыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям, «Поминальные дни суть, третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды». «Это мы знаем», – сказал кто-то из толпы. «Знать-то вы знаете!» «А что к чему относится, мало кто ведает!» «Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его?» «Не знаете!» «Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кое она чувствует по разлучении с телом!» «В течение двух дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих, и бывает, подобно птице, не ищущей гнезда себе!» «А на третий возносится к Богу!» «А в девятый?» спросила баба. «В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая, и душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилища праведных». «В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и с сивой бородой с тоской спросил старика, а как же пьяницы? Какова их планида? Пьяницы царствия Божия не наследуют!» «Отрезал старик, и он мне сразу не понравился!» «Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые злые!» «Мне захотелось высунуть язык старику, но в это время заплакал пьяный мастеровой!» «Недостойные мы люди!» схлипывал он. «Мазурики!» «И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гевсиманском и на крест пошел вместе с разбойниками!» «Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери, слезы до покаяния двери райские отверзают!» Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав, «Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать, греховодник!» В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получаем место до страшного суда Божия. «И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком?» – думал я. «Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое слово светиться будет, выходит, что и слова-то надо произносить умеючи, чтобы они драгоценным камнем стали!» Мимо меня прошли две старухи. Одна из них в ковровом платке поверх салопа говорила, «Живет матушка в одной стране, птица, и она так поет, что, слушаясь, от всех болезней можно поправиться, вот бы послушать!» Время приближалось к сумеркам, и радовница затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки. «Христос воскресе из мертвых!» «Христос воскресе из мертвых!» «Христос воскресе из мертвых!»